Друзья, хорошая новость для вас. Для подписчиков канала от компании Neoline действуют скидки на видеорегистраторы и на антирадары. Заходим в neoline.kz, выбираем товар и в корзине вбиваем промокод RUKI. Получите 10% скидку от канала RUKI в масле. Что мы будем сейчас делать? Евгешка любит слушать музыку, да? Громко. Выкручивает басы вообще доталовые. В общем, колонки порвали на Lexus. Поэтому купили Херц. Херц! Ну-ка, показывай. Что там за колонки? По чем взяла? 30 тысяч. Получается, две колонки и два сателлита, да? Маленькие. И два кроссовера. Что-то инструкция, кстати, по подключению есть. Да ладно. Ты покажи колонки. Видишь? Ну, понятно. Разберемся. Вообще там кроссоверы родные есть, Lexus. Можно просто колонки поменять и вот эти кроссоверы не вставлять туда. Не будем все ставить. Зачем? Если там есть. Или все. Ну, посмотрим. Надеюсь, они влезут. 17-е такие, как у нас. Ну, короче, болт он должен, да, прям? Маленький. Такой вот Херц. Прикольненько. Вот эта штука не убирается, да? По идее. Пластик? Да. Или нет? Ладно, разберемся. Короче, снимаем общивку, да? Угу. А потом задние, да, будешь менять? Или задние не будешь менять? Пока нет, пока живые. Пока не порвало. Чтобы снять дверную карту, ну, в принципе, у меня на канале там много таких вариантов, где мы карту дверные снимали. Так что надавливаем и вытаскиваем. Все просто. Вот эту штуку тоже вытаскиваем. А и лопатку. Ну-ка, блин. Ну-ка. Нифига у тебя там срач. Иди, помой вот эту хрену. Походу, никогда не снимали, да? Ну, жизнь. Примерно вот так она вылазит. Снимается. И здесь фишечка. Отщелкиваем, вытаскиваем. Вытаскивай. Снизу не откручивай. Не надо? Нет. Там снизу вот эти вот шурупы, которые здесь стоят, они держат нижний карман к самой карте двери. Их можно не откручивать. Вытаскиваем только фишки. Надо фишку вытаскивать? Фишки, да, все. Фишки все вытаскивай, а шурупы не трогай. Лопатку давай. Держи. Все. Все. И вот здесь один болт. И вот здесь где-то. А, вот он. Еще один болт. Выкручиваем два болта. Не, ну сюда лазили, вон там. Сковырнуто уже было. Ответкой. В шуруп, точнее, а не болт. А вот здесь, по-моему, заглушка должна быть, да? Нет. Нет? А может и должна быть. Ну, в любом случае, ее уже там нет. Теперь отщелкиваем лопаткой. Щелк. Щелк. С этой стороны. Вот эту штуку снимай. Подожди. Там болт должен быть еще. Болень. Вот эту панель тоже снимай. У меня она тяжело снимается. Потому что неправильно. Там есть педалька такая. У меня крепление. У меня эта педалька полная. Подержи. Она, ее отверткой сковыряли, так что на нее тяжело нажать. Еле дышит. Ни хрена не видно. А, вот она. Алло, это я. Это забыла сказать. Вы подлив, как самая, перелейте, положите в подлив. Да, вот это тяжело снимается хреново. Я же говорю, у меня педалька сломана. Да, да, да. Тяжело. Перелейте, вот там немного зелененькое, по-моему, там. Ну или оранжевое, как-нибудь выкарите. Я, кажется, стеклоподъем не примонтировала. Не зеленый, с оранжевого. Задолбалось ее снимать. Ну, ничего такая, да? Не, вы с саранжевой тоже снимите. Вот. Примерно. Вот она, защелка. Ну, видишь, она у меня искоцана, из-за этого ей тяжело. Она у тебя прикручена хреново просто. Ее закрутить надо. Вообще, на нее нажимаешь, так и она вытаскивается. Да, я снимала. И фишка сама издернута, как я делала здесь. Знаю, на днях, наверное, сами. Ну, и тут еще один. Шуруп. Снимаем его. Толик не удержался, сам пошел разбереть. Да, болтик. Или шуруп. Шуруп. Шуруп это? Ну, да, где три, вот эти, в среднюю выберите, в среднюю, да, переведите, в нем уйдет. Не туда. Вон туда ложи. Все вместе. Должен лежать. Снимаем, по пещалочке. Вид с таким движением. Легким движением руки. Ой, что-то выпало. Легким движением руки. Шуруп. Отрываем дверь, Евгешки. А, самое главное, забыли. Да, да. Вот эту хрень еще раз нужно снять. Подожди, она не от обшивки снимается? Нет. От обшивки у нас снимается. А, она с дынкой. Вот теперь все. Вот она, наша дверная карта. Шумку не вдала, да? Нет, шумку пока не урала. И вот у нас колоночки, которые мы сейчас тоже ключ надесли. Да там можно отвергать. Откручивай. Откручивай. Маленькая. Да возьми нормальный на 10 ключ и все, и что ты мучаешься. Отцепляем фишку от колонки. Что колоночки, я же не выдерживаю. В кабриолете. В кабриолете вы. Кстати, у меня, по-моему, тоже колонка однопорванная. Так что, наверное, тоже буду менять скоро. Она уже рассухла, скорее всего. Ну да, сколько лет в машине. Ну и вот она. Ну-ка, показывай. Как видно. Все порвалось. Как-то так. Сейчас посмотрим, как мы ее туда воткнем. Новую. Ну и так, как новые колонки у нас не входят в дверь, нужно сделать подиум под них. Для этого взяли лист ДСП. Сейчас вырежем несколько колец снаружи и снутри лобзиком. Склеим их между собой. И на этот подиум будем ставить новые колонки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот такие колечки получаются. Мы их склеим. Будет вот такой вот подиум. И колонка будет вставать на подиум. здесь просверлим отверстия которыми будем будет в дверь входить, сейчас примерим, как оно получится. Вот примерно так зашибись вообще, как к себе домой. Болтаться не будет? Ну и болтаться склеим все. Клей ПВА по дереву и кисточка здоровенная такая, Евгешка клеит. Сейчас приклеим и под пресс, ну под кирпич в нашем случае. И будет это все сохнуть. Ну а потом дырочки насверлим и поставим. Кстати, это первая часть, да? Еще электрика. У меня уже, кстати, есть две части. Брать его видео, кусками вырезать туда, как оно должно быть. Давай рассказывай, что произошло. Короче, смотри, вот этот херцовский кроссовер мы ставить не будем, потому что ну как бы тут уже есть пищалки, значит кроссовер у Lexus есть свой. Вот. И прикол смотрите в чем. Когда вы пищалку отключаете вот эту, то у вас и вот эта колонка, которая на двери тоже не работает, потому что оно связано все. Мы вот сейчас как раз влетели на эту тему, да? Отключили пищалку, подключаем колонку, ни хера не играет, короче. А потом до меня долетела мысль, что оказывается из-за пищалки тут 4 провода на пищалке стоит, вот они выходят. Один вход и сразу выход. И сюда заходят 4 провода на саму пищалку. Короче, как-то так. Так что пищалочки мы, наверное, оставляем, да? Нет? Или херцовские? Ну, короче, попробуем херцовские поставить пищалки. Если не заработает, тогда придется пищалка. Ну, в принципе, пищалка да пищалка. Вот. А колонки херцовские мы поставим в родные крепления. Мы уже со старых колонок отпаяли крепления, сделали провод такой. То есть, все будет на родной фишке, без всяких там разрезаний. Все будет грамотно. Погнали. Уже в темноте тут херачим, короче. В общем, вот подиум встал. И к этому подиуму встала колонка херц на Лексус. Короче, как-то так. Нормально получилось, кстати. Играет, ну-ка, сделай, ну-ка. Зажгли. Вот фишку мы взяли. Чтобы родную проводку в двери Лексуса не отрезать, проводами не наматываться, мы взяли старую колонку и вытащили. Видите, фишки нет. Ее запаяли. И ее подключим к колонке. Получится как с завода практически, не считая. А изоленты черной. Вся фишка в черной изоленте. Вторая колонка готова. Ты счастлива, Евгешка? Да. Все, новые колонки. Взамен порваны. Цена вопроса колонок. 30 тысяч. 30 тысяч тенге колонки. Ну, короче, вот как-то так. Нормально играют. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.